И всем привет, ребят! С вами Мастер Банька и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Это второй видос за довольно короткий промежуток времени. И сегодня мы записываем и обсудим одну очень интересную тему, а именно наш замечательный танкофонд, который уже, ну можно так сказать, приблизился к своему экватору. У нас прошло уже более двух недель, как в игре появился танкофонд и мы уже столкнулись с определенными проблемами, которые мы сегодня вместе с вами обсудим. Я видеоролик по танкофонду вообще не записывал, не говорил на видосах, где, чего, какие спецухи я купил и все в этом духе. Как всегда, как всегда в рамках видоса я скажу, что танкофонд это супервыгодная вещь, но с этим танкофондом уже произошли определенного рода проблемы. Какие же проблемы? Уже более двух дней у нас не работал танкофонд в те самые даты, когда у нас происходил DDoS на сервера танков онлайн, также лежала сама платформа игры и вместе с этим лег наш замечательный танкофонтик. И на протяжении более двух дней, как я уже сказал, наш танкофонд не повышался. Хоть на протяжении этих дней добавлялись покупные спецпредложения. Сегодня уже начал наконец-таки расти наш танкофонд, но до сих пор непонятно, почему эта цифра... О, кстати, у меня тут вебка стоит, оказывается, я даже не знал. Но до сих пор эти цифры не добавились. Те, которых 100% должны были подойти за те два дня. Я знаю безумно большое количество людей, которые покупают эти спецухи. Я в том числе купил две спецухи с нашего танкофонда, даже не две, а три. Купил одну маленькую спецушку за 1200 и купил две средних уже спецухи. Я, как и многие другие, хочу получить какой-то кусочек. Посмотрим, конечно, на мою удачу. И я еще одну спецушку тоже буду покупать. Ну и плюс, сделал свой вклад в танкофонд, дабы получить дополнительные призы с него. А именно, как минимум, обычные контейнеры, ультраконтейнеры и скин-контейнеры. Так как я считаю, что до 8 миллионов этот танкофонд точно должен дойти. И у меня, как и у многих других, есть вопрос. А добавят ли то самое недостающее количество танкоинов, которое не накапливалось на протяжении этих двух дней? Я очень сильно надеюсь, что этот танкофонд не будет провальным. То, что танкоины и спецпаки, которые покупались, они были не впустую. Так как, ну как минимум, я думаю, что 1200, может даже больше, здесь не хватает. Определенно. Да, то есть, я смотрел за тенденции в последние дни, как быстро рос наш замечательный танкофондик. И я вам могу сказать, что, ну, за два дня даже с лагами, с дедосами, у нас, ну, минимум 200 тысяч точно должно было прибавиться. И теперь один вопрос, добавят ли это все. Будут ли возвращены потраченные танкоины в фонд за покупки спецпаков или же нет? Очень надеюсь, что да. Так как это уже не первый танкофонд, и если я не ошибаюсь, то с предыдущими танкофондами таких проблем не было. Но, надеюсь, что в этом танкофонде эти проблемы решат, и все будет хорошо. Ну, и я, конечно же, надеюсь, что хотя бы до 8 миллиончиков мы вместе с вами дойдем. Так как у нас еще осталось 13, можно даже сказать 14 дней до окончания нашего танкофондика. Также у нас до сих пор неизвестен 15 приз за 15 миллионов в танкофонде. Но уже есть инсайды по этому поводу, и все эти инсайды намекают нам на то, что здесь должна была быть новая пушка. Но я, как и многие ребята, отлично понимают, что до 15 миллионов в таком танкофонде дойти просто нереально. Единственный вариант, при котором можно было бы дойти до этих 15 миллионов, это то, что если бы за каждую спецуху прибавлялось бы столько танкоинов, сколько эта спецуха стоит. То есть, если у нас спецуха стоит 1200, то должно было добавляться 1200, если спецуха стоит 6000, то должно было добавляться 6000, если спецуха стоит 20000, то должно было добавляться 20000. А с всеми раскладами, которые есть у нас сейчас, до такой цифры дойти просто нереально. Ну, именно и для этого, в принципе, разработчики такую тяжелую схему и сделали. То есть, для меня лично это не секрет. И получается, что с таким танкофондом вашего кэшбэка и фарма танкоинов даже с розыгрыша танкофонда будет меньше. Определенно. Но посмотрим. Я вкидываю все свои танкоины, которые у меня были. У меня было 20 с небольшим тысяч, то есть, я покупаю 3 спецухи по 6000, 3 средних и 1 маленькую. То есть, 2 я уже средних купил, 1 маленькую я тоже купил и еще 1 средненькую я до конца этого танкофонда точно приобрету. Но я хочу его приобрести только тогда, когда я увижу, что танкофонд реально стал адекватно работать. Потому что на сегодняшний день этого я, к сожалению, не вижу. Ну и я думаю, что многие донатеры, которые донатят, такого же мнения. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моей точкой зрения. Если не согласны, то обязательно пишите, почему не согласны и аргументируйте. Я, конечно же, ваши комментарии читаю. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.